Территория права 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 обратиться в Управление Росрееста по Самарской области и сдать документы на госрегистрацию. Это является как раз новеллой с 1 июля 2016 года. Спасибо большое. Принимаем очередной звонок. Говорите, пожалуйста, в прямом эфире мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Я хотела бы задать вопрос. Я являюсь титульным собственником квартиры. Мы приобрели ее за счет собственных средств, средств интересного капитала. После пересления денежных средств к пенсионным фондам продавцу, я должна выделить долю нашим детям и моему супругу. Подскажите, каким документом мне необходимо это оформить? Мужу я не могу подарить? Квартира считается нашей совместной с ним. Можно ли брать договором определить мою личную собственность на квартиру, а потом уже детям подарить по любому размеру доли одной сотой? То есть, какой в порядок, да? Да. Да, ситуация очень сейчас частая, потому что реализуют посредства, которые поступили в счет материнского капитала. Вам нужно удостоверить у нотариуса соглашение об определении долей с элементами брачного договора. Это оформляется одним документом. Соответственно, этим документом вы уже определяете доли в вашем имуществе, которое является совместно нашим супругом, и сразу же в этом же соглашении определяете доли, которые, соответственно, будут принадлежать детям в рамках этого закона. То есть, прийти необходимо в любом случае к нотариусу со всеми правоустанавливающими документами и заключить такой договор. Как он называется? Он будет называться соглашением, содержать элементы двух договоров. Это брачный договор и соглашение об определении долей. И после удостоверения подать документы на государственную регистрацию. Скажите, пожалуйста, Павел Сергеевич, а произвольные ли будут доли, либо они уже определены за кодом? Вот давайте рассмотрим данную ситуацию. Сколько супруги, супругу и двум детям? Да, доли будут равными. Равные. Да, на изменение долей, соответственно, нужно согласие органов опеки. Вот, априорь доли признаются равными. Между всеми членами семьи? Да, между супругом, супругой и детьми. Спасибо вам большое. Я напоминаю, телефоны прямого эфира 202-11-22, собственно, вы их видите на экранах. Дозванивайтесь к нам, уважаемые телезрители. Задавайте вопросы по нотариальной теме и консультант Нотариальной палаты Полина Сергеевна Власова непременно на них ответит. Звоните к нам, пожалуйста. Принимаем звонок. Алло, говорите. Слушаем. Алло. Да, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Будьте добрым, подскажите, пожалуйста, я владелец квартиры. Если по наследству моя дочь получит эту квартиру или по дарственности разница в налоговых отчислениях какова будет? Спасибо большое. Так, соответственно, за имущество, которое перешло в порядке дарения, там изменен срок, в чене которого имущество находило в собственности. Для дарения и наследования там установлено один срок. Соответственно, он не имеет значения. То есть здесь главная ваша воля. Если вы намерены ей подарить, намерены подарить при жизни. Согласно вы удостоверяете договор нотариуса либо регистрируете переход в право. Если же у вас есть какие-то опасения о том, что вы останетесь без квартиры, соответственно, вам, конечно, в этом случае лучше делать завещание. Здесь уже именно зависит от вашей воли. Телезритель спрашивает касательно денежных средств, я так понимаю, может быть, нотариального тарифа. Разъясните, пожалуйста, выгоднее в материальном плане, вот с точки зрения, какой выгоднее вариант, какой дешевле, скажем. Ну, здесь нужно смотреть все-таки на желание именно собственника, потому что здесь абсолютно разные правовые последствия, и не нужно считать где-то, что будет меньше. Если нет опасений, лучше делать договор дарение. В принципе, здесь невозможно сказать, какой тариф будет выгоднее. Все зависит от стоимости этой квартиры. Возможно, на момент смерти стоимость квартиры, она изменится, и так невозможно. То есть сейчас пока рассчитать это просто невозможно? Ну, это, соответственно, не будет отчаять той оценке на момент смерти. Понятно. Уважаемый телезритель, вот, наверное, совет такой, взять документы и прийти в нотариальную палату, либо к нотариусу обратиться за консультацией, за более подробную информацию, и вам нотариус уже более подробно ответит. Верно, Полина Сергеевна? Да, ну, лучше, конечно, знать, чего вы хотите. Да, и обязательно определиться. Именно знать, определиться в правовых последствиях, наступления которых вы хотите. Спасибо большое. У нас есть очередной дозвонившийся. Говорите, пожалуйста, мы принимаем ваш вопрос. Слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. У нас такая ситуация сложилась. У мужа плохая кредитная история, и банк одобряет ипотеку только мне, то есть жене, и требует брачный договор. Вот скажите, пожалуйста, что в этом брачном договоре будет прописано, и муж будет являться таким же собственником, как я, или нет? Спасибо за ответ. Банк требует кредитный договор? Да, да. Насколько я понимаю, да, одним из условий предоставления кредита является переоформление, заключение брачного договора, переоформление квартиры именно в собственность супруги. Соответственно, если банк от вас просит на предоставление такого документа, он означает только одно, что вы изменяете законный режим собственности совместной и, соответственно, определяете, насколько я поняла, режим личной собственности. И квартира уже не будет принадлежать супругу, вы будете править ее отчуждать без его согласия. Именно, насколько я поняла, на таких условиях банк согласен выдать этот кредит. Банк выдает кредит, и впоследствии жена будет единственным, да, титульным собственником квартиры, но здесь уже, как говорится, решать уже вам. Спасибо большое. Мы продолжаем нашу программу, продолжаем прямой эфир. Дозванивайтесь к нам. Полина Сергеевна, что изменилось в связи с вступлением в силу нового закона о государственной регистрации недвижимости? Расскажите, пожалуйста. С 1 июля 2017 года вступил в силу закон о государственной регистрации недвижимости, который отменил часть аналогичных положений Федерального закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Одной из новелл данного закона является порядок извещения со собственников при отчуждении доли. Напомню, что в рамках статьи 250 Гражданского кодекса продавец доли, он обязан известить всех участников долевой собственности о намерении продать долю. Несоблюдение этого права дает право со собственнику обратиться в суд с переводом прав обязанностей покупателей. Соответственно, это несет такие негативные последствия. И этим федеральным законом с 1 января, напомню, изменен, упрощен порядок извещения со собственников. Теперь, если участников долевой собственности более 20, вы вправе подать заявление через официальный сайт органа регистрации прав. То есть это через портал Федеральной службы государственной регистрации, кадастры и картографии. Исключением здесь составляет отчуждение долей в жилых помещениях. То есть это очень удобно для владельцев нежилых помещений, парковочных мест, зданий, строений и так далее. Спасибо большое. У нас есть очередной дозвонившийся телезритель. Говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Говорите. Будьте любезны. Ответьте, пожалуйста, мне на такой вопрос. Я собственница квартиры, единственная. У меня нет никаких родственников. Я хочу оформить завещание на свою крестницу, которая не является мне родственницей. Скажите, пожалуйста, как будет проходить этот процесс и сколько он будет стоить? Спасибо большое за ваш вопрос. Говорите. Обязательно нужно будет обратиться к нотариусу, представить желательно документ, в котором указаны фамилия, имя, имя, отчество, дата рождения. Как правило, это паспорт. Копия паспорта, оригинал здесь не нужен. И уже с ваших слов, завещателя обязательно оригинал. Для данных крестницы достаточная копия паспорта, чтобы нотариус правильно переписал дату рождения, фамилию, имя, отчество, чтобы не было ошибок. Польна Сергеевна, если совершеннолетняя, если нет? Не имеет значения. А, в свидетельство рождения. Если не достиг 14 лет, то в свидетельство рождения эти данные также указаны. Вы обращаетесь к нотариусу, говорите, какое именно имущество вы хотите, все, либо конкретная часть. Нотариус уже составляет завещание, удостоверяет его. Тариф в зависимости от указания объектов составляет от тысячи до полутора тысячи рублей. Спасибо большое. У нас есть еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы в эфире программы «Территория права». Добрый вечер. Здравствуйте. У меня после мамы осталась машина, но я не вступил наследство. Прошло уже два года с ее смерти. Могу ли я вступить наследство? А вы совместно проживали? Совместно проживали с мамой? Да. Совместно были зарегистрированы. Так, ну здесь все гораздо проще, поскольку совместное проживание, оно является основанием для фактического принятия наследства. Вам нужно обратиться к нотариусу по месту открытия наследства и вы можете посетить в Нотариальную палату для контактов, то есть мы вам подскажем, где ближайший нотариус находится к вам, со свидетельством о смерти, со справкой с места жительства, в котором будет указано о том, что на момент смерти вы проживали совместно, вы уже можете вступать в наследство даже по истечении срока. И обязательно нужно будет предоставить документы на автомобиль. Полина Сергеевна, вы сказали по месту открытия наследства, но если это наследство не открывалось, к любому нотариусу можно? Ну, место открытия наследства, это означает последнее место жительства наследодателя. Соответственно, если он проживала в городе Самаре, мама ваша проживала, вы можете обратиться к любому нотариусу в городе Самаре. Спасибо вам большое. Мы продолжаем программу «Территория права». Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Звоните к нам, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Полина Сергеевна, у нас есть еще один звонок. Говорите, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, вот я владелец квартиры. По документам, она в собственности куплена. Мы живем в этой квартире совместно с моей женой уже скоро 50 лет. И она волнуется, что вдруг после моей смерти она останется без квартиры. Что для этого нужно? Нужно уточнить, вы в браке квартиру приобретали? В браке, в браке официально. И 50 лет вместе прожили. И мы там местные деньги купили, но по документам я один, как будто бы владелец. А она вам приватизирована, квартира была, или вы ее по договору купли-продажи приобретали? Звоночек у нас сорвался. Давайте рассмотрим два варианта. Если квартира приобреталась по приватизации... То есть уже до этого приватизированная? Насколько я поняла, они сказали основание приобретения. То есть если она была приобретена дарением, либо же приватизацией, либо по наследству перешла, соответственно, данное имущество не является совместно нашим. Если вы ее купили во время брака... Да, телезритель так и сказал, он совместные деньги, но оформлено на мужа. Соответственно, то, что только вы указаны титульным собственником в документе, здесь не влияет на вид собственности. Если она приобреталась путем договора купли-продажи, или иным как-то за совместные средства, соответственно, она является совместно нажитым имуществом. Какой в порядок наследования после вашей смерти? Если у вас есть иные наследники, такие как дети, родители, соответственно, они будут иметь право в одной второй доле на эту квартиру. То есть одна вторая будет принадлежать супруге по праву собственности, она будет выдавать именно такое свидетельство, а на вторую половину она уже наследуется на общих основаниях по закону. Если у вас, кроме супруги, других наследников нет, то беспокоиться не за что. Квартира будет принадлежать полностью вашей супруге. И завещание в данном случае, если они вместе проживают и зарегистрированы по одному адресу, завещание писать также не обязательно, верно? Да, но завещание здесь зависит, есть ли иные наследники или нет. Нет совместного проживания от наличия других наследников. Если других наследников нет, беспокоиться абсолютно не за что, супругу наследуют квартиры полностью. Спасибо большое. Есть еще один звонок, алло, говорите, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Слушаем. Ситуация такая. У нас договор на найме, то есть классно-тотальная, мама, у нас собственник, но она парализованная лежит дома. Мы здесь хотим разделить житовые счета, и там договор, что дали найму, чтобы разделить в равных долях, возможно ли я, и какой пакет документов для этого нужно. Спасибо вам большое. Понятие на вопрос? Да, насколько я понимаю, нужно заключить договор социального наива, нужно переоформить, для этого нужно выдать доверенность. Вам необходимо вызвать на дом нотариуса, если мама в состоянии сказать, чего она хочет, то есть нотариус обязательно будет проверять волю доверителя, соответственно, вы обращаетесь к нотариусу, он осуществляет выезд на дом. Для удостоверения такой доверенности необходимый паспорт, паспортные данные лица, кому будете доверять, и адрес, соответственно, квартиры. Ну, желательно тоже предоставить копии документов, чтобы данные нотариусу перенесены в доверенность, были верны. И уже при выезде, после осуществления выезд на дом, удостоверить волю лица и удостоверить тест на доверенность, с которым вы уже будете осуществлять все действия, которые вам необходимы. Спасибо большое. Я сейчас хочу еще напомнить. Телефонный сайт Нотариальной палаты Самарской области, они у вас на экранах. Возьмите, пожалуйста, себе на заметку. В рабочее время всегда консультанты Нотариальной палаты ответят на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Ну и, конечно, сайт Нотариальной палаты вам в помощь. Он очень информативный, навигация достаточно простая, поэтому даже пожилым людям она помогает. Поэтому возьмите, пожалуйста, себе на заметку. Полина Сергеевна, уведомление собственников о продаже доли. Скажите, пожалуйста, каков порядок размещения на сайте таких уведомлений? Порядок установлен приказом Министерства эконом-развития, и он предусматривает подачу через личный кабинет. То есть лицу, который намерен известить именно путем размещения, объявления на сайте, он должен зарегистрироваться в этом личном кабинете, заполнить форму уведомления, там тоже предусмотрены обязательные поля, такие как вид объекта, кадастровый номер обязательно, обязательно нужно указать цену продажи, фамилию, имя отчества, лица, который будет отчуждать, либо там, на ванне юридического лица. И уже путем заполнения всех форм предусмотренных заявление будет передано на сайт. Что нужно отметить, эти заявления, они передаются бесплатно, размещаются на сайте. В течение трех дней оно уже будет доступно неограниченному кругу лиц, и будет в течение трех месяцев размещено на этом сайте. Вот после этого срока он будет передаченному специальный подраздел и будет уже доступен только для самих регистраторов. Спасибо большое. Принимаем звонок. Алло, говорите, вы в эфире программы «Территория права». Мы слушаем ваш вопрос. Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, проконсультируйте меня. У меня на праве собственности квартира я хочу продать одну вторую, то есть половину квартиры, одну вторую долю. Скажите, пожалуйста, это нотариальная сделка или нет? Спасибо. Сделки нотариальные являются только по отчуждению долей в праве общей собственности. Общая собственность возникает при наличии двух и более собственников. Если гражданин является единоличным собственником квартиры, то данная сделка обязательно нотариальной формы не имеет. Но для проверки частоты сделки, для гарантий, конечно, рекомендую обращаться к нотариусу. Что нужно сделать? Нужно предоставить документы, которые имеются у вас, паспорта продавца-покупателя, и обратиться к нотариусу любому по Самарской области. Нотариус уже закажет выписки необходимые, справки о кадастровой стоимости объекта и удостоверит сделку. Также может передать сделку на государственную регистрацию. Спасибо большое. 202.11.22 у нас есть еще время в программе «Территория права». Дозванивайте, уважаемые телезрители. Сдавайте, пожалуйста, свои вопросы. Полина Сергеевна, а вот любопытно, изменился ли порядок извещения собственник комнат в коммунальных квартирах? И у нас есть звонок. Давайте сначала примем, а потом ответите. Говорите, вы в эфире. Подальше от телевизора отойдите, будьте любезны. Да, мы вас слушаем, только подальше, пожалуйста, от телевизора. Скажите, пожалуйста, мне сестра подарила, ну, свое жилье. И меня оформили в материальной консолье. А вот нужно идти куда-то с этим лозуньким листочком. Вопрос понятен? Так, а когда вы обращались к нотариусу, в каком году? Три года тому назад. Так, и, соответственно, вам нотариус выдал только договор, свидетельства о регистрации права у вас нет, верно? Да, вот нужно, вот у меня есть листочек и право и договоренности, а идти куда-то мне нужно с этим. У вас на руках договор дарения, нотариально удостоверенный. Да. Да, вам нужно зарегистрировать переход права в управление Росреестра. Вы можете либо обратиться к нотариусу, нотариус, удостоверившись сделку, у которого удостоверяли, соответственно, этот договор, она передаст по вашему обращению на регистрацию, либо обратиться самостоятельно в управление Росреестра с этим договором, ну, вдвоем вам необходимо это делать. То есть два варианта, либо самостоятельно, либо через нотариус? Да, либо через нотариус, удостоверивший ваш договор, передаст документы на государственную регистрацию. Где быстрее, удобнее, выгоднее? Конечно, удобнее обращаться к нотариусу, потому что по нотариально-надостоверенным сделкам государственная регистрация приходит в течение одного рабочего дня. Вот так. Очень оперативно. Нотариус выдает эту же выписку из реестра государственной недвижимости, соответственно, ни в каких очередях, куда-то нотариусы обращаться вам на нужную. Спасибо большое. Так изменился ли порядок извещений в собственных комнатах в коммунальных квартирах? До 1 ноября 2017 года порядок извещений зависел от того, каким образом зарегистрированы права на комнаты в коммунальной квартире. Что было два варианта. Либо они зарегистрированы как отдельный объект, и в реестре, и в выдаваемых свидетельствах выписка значилась как комната. Либо же они регистрировались как доли в праве общей долевой собственности. С 1 января 2016 года этот порядок законодательно уже установлен, и при отчуждении комнат в коммунальную квартире необходимо будет извещать всех сособственников. Спасибо большое. И как раз будет удобно через нотариус направлять эти извещения. Спасибо большое. Принимаем звонок. Алло, говорите. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот у нас неприватизированная квартира. Так. А в форме... Алло. Перезванивайте, пожалуйста. Время осталось немного. К сожалению, ваш звоночек сорвался, но мы его примем, если вы сейчас наберете 202-11-22. Полина Сергеевна, насколько я знаю, изменился порядок извещений при продаже мест также в паркингах. Расскажите, а в чем заключаются эти изменения? Также в связи с принятием нового федерального закона о государственной регистрации недвижимости предусмотрен новый объект права. Это так называемая машина-место. Именно то имущество, которое находилось в общей долевой собственности, паркинги, какие-то парковочные места на стоянках, там, в нежилых помещениях и так далее. Теперь есть возможность их преобразовывать в отдельный объект. Соответственно, при продаже гораздо облегчается порядок, потому что не нужно извещать огромное количество этих сособственников. Единственным условием является постановка на кадастровый учет и наличие каких-то разделительных знаков путем разделительных меток, либо нумераций, как они составляют. И при осуществлении таких действий, соответственно, уже появляется отдельный объект и уже иной правовой режим. Спасибо. Я думаю, что телезрительнице удалось дозвониться. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела задать такой вопрос. Ко мне приходилось проверять воду, но мне показалось, что... И он подписывал. Вы меня слышите? Да, слышим. И он попросил меня подписать бумажку, а я подписала, что, типа, качество воды плохое. Могла я ему подписать какой-то без паспорта, я паспорт не давала. А кто приходил, простите, мы не расслышали. Или какую-нибудь сделку, совершенную с ней, или, может быть, на кредит какой-то. Могло это быть? Подождите, пожалуйста, кто приходил к вам, мы не расслышали. Проверять воду он приходил. Кто? Я... Ну, я сказала, что он под проверкой воды. Так, но паспорт вы не давали ваш? Нет, нет. Паспорт я не давала. Так, ну, конечно... Он попросил год рождения, сколько мне летит сделает. Конечно, могли быть какие-то мошеннические действия, но в любом случае, в судебном порядке данный документ можно признать недействительным, если уж какие-то такие прецеденты будут. Ну, а на будущее... На будущее, да, конечно, необходимо читать документы, которые вы подписываете. Обязательно. Потому что мошенников, к сожалению, много, поэтому часть сделок-то переданы нотариусом. Спасибо большое. Ну, а последний вопрос, и прям очень коротко. Регистрация залога движимого имущества. Обращаться ли обязательно нужно к нотариусу за регистрацией залога? Порядок регистрации залогов, он был установлен в 2014 году. До этого обязательно регистрации не было. Сейчас при передаче движимого имущества, как правило, транспортного средства, нужно подать уведомление нотариусу. Изменился порядок направления уведомлений в электронной форме с 1 января. А теперь это будет ошляться посредством определенного аналайд-сервиса, который предоставляется в Федеральной Нотариальной Палаты. Спасибо большое. Пролетело быстро время. Благодарю вас за ваши компетентные ответы. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права». Следите за нашими анонсами. Ну, конечно, дозванивайтесь. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!